приветствую вас мои дорогие тельцы и сегодня мы с вами будем делать прогноз на август месяц давайте посмотрим что нас ожидает в августе по мнению карта ru прежде чем разложить карты я скажу вам что в августе у нас два новолуния августа нас немножко необычный месяц а два новолуния значит что мы делаем обычно в новолуния планируем свои цели до какие-то то есть мы им их можем после новолуния течение ближайших двух-трех часов писать на бумаге до свои цели и в течение ближайших пару недель что-то делать для достижения что-то сделать для того чтобы это исполнилось это вкратце и давайте посмотрим это август тельцы первая карту хуху вторая карта и третья карта так тельцы скажу вам что все три аркана старше у нас выпали то есть месяц для вас будет важным хотя этот месяц август он очень хороший наконец-то закончился у нас коридор затмений июль был для многих тяжелым месяцем не для всех конечно но для многих был тяжелым месяцем и август у нас конечно намного легче такой мы вздохнем и более того астрологически так если говорить об августе то где-то начиная с 5 числа у нас будет любовь и какие-то будут знакомства и хорошие такие знакомства и любовные и может быть и деловые очень хорошие перспективе в августе так ну и давайте посмотрим значит первая карта у нас звучит влюбленные это старший аркан я покажу на камеру и конечно для многих влюбленных эта карта может говорить об испытании да вот как некое испытание такое будет до первой декаде августа эта карта нам говорит о выборе эта карта говорит о проверке эта карта может говорить о распутье может говорить о том что возможно у вас может быть какой-то любовный любовное непонимание может быть знаете вы находитесь на распутье, то есть вам нужно принять решение, принять решение, то есть в первой декаде августа придется принимать какое-то решение тельцам немаловажное, ну и конечно же это говорит о любовных взаимоотношениях и для многих именно эта карта говорит о начале взаимоотношений любовных, для людей, которые состоят в паре, эта карта может говорить о том, что ваши отношения перейдут на новый уровень, на уровень выше, то есть отношения станут более близкие, более понятные, вот так может проигрываться эта карта, то есть ну в любом случае у людей, которых не интересует любовная тема, допустим, или там все хорошо, там может стать еще лучше, ну и если не касаться темы любви, то эта карта тоже говорит о том, что, как я только что проговорила, что вам придется принимать какие-то важные решения в начале августа, вот так проигрывается эта карта, я скажу, что это старший аркан, то есть ну у вас весь месяц немаловажный, просто что я хочу сказать, да, вот середина месяца, у нас вторая декада, у нас выпал нулевой аркан, старший, старший аркан под номером ноль, эта карта говорит о нестандартном мышлении каком-то, вот как сказать, вот эта карта говорит о человеке, ну в лучшем случае эта карта проигрывается как путешествие, куда-то путешествие, то есть возможно в августе многие тельцы поедут в отпуск и у них проиграется вот таким образом эта карта, но также она говорит о том, что вы находитесь в состоянии непонимания чего-либо, вот вот как сказать, какое-то у вас такое состояние, вот как карта называется дурак, да, вот смотрите, идет человек, ну вам от этого неплохо, вот что, для вас эта карта проигрывается неплохо, хотя в самом худшем варианте она вообще звучит как сумасшествие, то есть как бы вот такое состояние какое-то, возможно, кого-то может посещать, но это редко, редко, конечно, она также может проигрываться как отчуждение, то есть вот как в таком состоянии человек ничего не понимаю, не знаю, и вот сам по себе такой вот, ну будем надеяться, что, я не буду говорить негативы, будем надеяться, что эта карта для вас проиграется хорошо и для того, чтобы она хорошо проигралась, вообще желательно в середине августа совершить какое-то хотя бы коротенькое куда-то путешествие, вот так скажем, вот так пройдет середина месяца, ну и конец месяца это третья декада, третья декада месяца и карта называется, конечно, колесо судьбы, где-то она называется колесо фортуны, она по-разному звучит, эта карта нам говорит о цикличности в первую очередь, цикличность, периодичность, то есть какие-то события, которые могут повторяться вновь и вновь, но давайте говорить о лучшем, да, и эта карта вообще говорит об удаче, эта карта говорит о прекрасном шансе, эта карта говорит об удаче, которую вы даже не заслужили, то есть понимаете, вот насколько сильная такая будет у вас какая-то победа, какая-то вот даже нежданно-нечаянно, то есть вы будете на высоте, скажем так, незаслуженный успех, вот так эта карта звучит даже, ну и повторю, что в лучшем случае это, конечно, будут повторяться события, которые положительные события, так скажем. Еще эта карта может говорить о, знаете, вот как колесо фортуны, да, колесо судьбы, оно здесь звучит в этой колоде, но вообще это колесо фортуны, то есть вот четыре дороги и все четыре дороги как бы вам принесут успех, вот так это можно сказать, то есть вот конец месяца у нас, дорогие мои тельцы, последняя декада августа тоже вас порадует, судя по этому раскладу. Ну давайте теперь посмотрим на желание, тельцы, загадываем желание на август и сейчас вытащим карту и я просто скажу, исполнится это желание или не исполнится. Итак, пока я тасую карты, думаем, загадываем желание на август, желание не с дальновидностью, какое-то желание такое, которое может исполниться в ближайшее время, а именно мы сейчас говорим об августе. Итак, загадали желание на август для тельцов и смотрим, исполнится это желание или нет. карта звучит как страшный суд, ну как суд, так скажем. Ну страшный суд, да, она звучит. То есть вообще эта карта говорит, так, мы не трактуем карту, мы говорим, исполнится ли желание, духовное пробуждение, да, я думаю, что желание ваше исполнится и такое оно у вас, кстати, мои дорогие тельцы, я вам еще обращу ваше внимание на то, что это четвертый старший аркан, то есть август для вас будет очень таким месяцем немаловажным, обратите на это внимание, пожалуйста, предпринимайте все для улучшения своей жизни, вот это, пожалуй, самый такой основной совет, потому что события будут происходить важные, события будут происходить такие какие-то значимые для вас, поэтому постарайтесь для себя тоже, будьте осознанными в августе, ну и я повторюсь, что все-таки в августе нам будет легче дышаться, уже будут события более положительные. И не забывайте, что в августе у нас два новолуния, не упустите этот момент. Кто занимается ритуалами некими, там, ну, такой самонастроем, тоже это учитывайте. Ну вот и все, мои дорогие тельцы, пожалуй, на этом я закончу, я вас люблю, целую, дорогие гости канала, кто еще не подписан, подписывайтесь на канал, а я желаю вам прекрасного августа, на этом я закончу и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok